Как часто надо тренировать какую-то группу мышц, в том числе и ягодицы, и много спорных на этот вопрос ответов, много мнений спорных. Так вот, все это, значит, пошло, опять же, из этого виновника бодибилдинга мужского. То есть, когда только зарождалась бикини, мне точно так же посоветовали. Я раньше тоже когда-то говорила, просто кто смотрел мое видео, знает, что я советовала рекомендовать одну группу мышц где-то раз в 7-10 дней для того, чтобы она росла. Я отталкивалась от информации, которую я получила от бодибилдеров, коллег, потому что другой информации у меня не было. На самом деле это имело свои плоды, у меня прирастали объемы, да, это круто. Но отличие мужчин от женщин в том, что мы по природе предрасположены, точнее созданы для того, чтобы рожать детей. Поэтому у нас, в отличие от мужчин, очень такие вредные жировые отложения есть на бедрах, а у мужчин их нет. Поэтому все, над чем парится мужчина в своем тренинге, да, именно в тренинге ягодиц, это в наращивании объема. Ему не нужно париться над формой, его не нужно там какую-то прорисовку, потому что у него и так там жира практически нету, да. Ему нужно просто наращивать объем, делать базу, делать ее редко, для того, чтобы успевать восстанавливаться, делать ее тяжелую. С девочками история совершенно другая, я это поняла, потому что когда я делала только базу, да, у меня был объем, но у меня была совсем не та форма, которой бы мне хотелось. Тем более, учитывая, что, я же говорю, мы девочки зачастую все-таки грушевидные, в большинстве своем, у которых, собственно, правильный гормональный баланс. Изначально, да, есть девчонки там и азиатского типа, у которых узкие бедра, но в большинстве все-таки мы девочки грушевидные. И я в том числе, у меня высыхал очень быстро вверх и не доводился совершенно низ, из-за того, что, хотя я тренировалась и вверх, и низ тренировала по одной и той же системе, да, то есть редкими базовыми тяжелыми тренировками. И тем не менее, на выходе у меня получался очень сухой рельефный верх и такой залитой женский красивый низ, как будто от двух разных людей. Если в жизни, в принципе, это все красиво, да, грушевидная фигура, то на сцене это казалось очень комично, и это кажется, что вот просто две части тела от разных людей. Поэтому я тогда задумала, что что-то я делаю, наверное, не так, и нужно менять тренинг. И тогда я поняла, что все-таки тренировать ягодицы именно девушкам, у которых проблемы с формой, именно есть какие-то локальные жировые отложения, галифе, может быть, на бицепсе бедра, на внутренней части бедра. Как правило, практически у всех есть девочек где-то какие-то локальные жировые отложения. У нас, у женщин, у всех это проблемная зона, поэтому надо делать акцент, не акцент, точнее, надо делать тренировки. Две-три тренировки на ягодицы в неделю, одна из них будет базовая, и одна-две тренировки именно на форму, изолирующие упражнения. Они не будут пересекаться, эти упражнения, то есть это будут все время разные, либо это будет разный темп. То есть здесь вы, например, приседаете просто со штангой на 12 повторений, а в день шлифовочный вы приседаете просто без ничего и на 50 повторений, либо приседаете с какой-то особенной постановкой ног, либо приседаете в смите с узкой постановкой ног, либо делаете тот же good morning на 50 раз. То есть более что-то шлифовочное, куча изоляции, ее очень много, но вы должны обязательно работать и над формой, и над объемом. Вы это не забывайте. Мало девочек, которым надо работать только над объемом, у которых идеальная форма. Таких единиц, да, таким, возможно, можно делать только базу и не париться по изоляции. Мало девочек, у которых есть объем, и надо работать только над формой. Да, таким девочкам тоже можно делать одну тренировку в неделю, только такую на прожимание. Именно у них есть объем, у них есть мясо, но нужно выводить форму. Остальным девочкам, таким, как я и большинство нас, нужно делать и те, и другие тренировки в неделю, и тогда вы результат получите гораздо быстрее. Вы можете пойти по той схеме, как, опять-таки, набор массы и сушка. Сначала набирать мясо, делать только базу, потом сушиться. Но, опять-таки, говорю, если вам не выходить на сцену, то вам это совершенно ни к чему. И я считаю, что все-таки быстрее вы увидите результат, если вы будете делать тренировки на ягодице чаще. Вы увидите 100% быстрее. И не потратите столько времени. Продолжение следует...